Сегодня у Гомеля прошло первое суместное посаджение Президуума Совета областного объединения профсоюзов и коллегии прокуратуры Гомельской области. Его удельники обмерковали пытание выполнения потребований упрационного законодательства и профилактики вытворчего травматизма. Загученная информация и сробленными выводами о знакоме уся Олег Синсерову. Негде дичина то, что зараз за порушение потребований упрационного законодательства продолжена достаточно строгая отказность. Некоторые найманники их упарто игноруют. Некоторые руководители не ожидают створать обеспеченные умы в праце. Некоторые выплачивают зарплату и отпускные не в своей часовой и не в полном помере. Официально после проведенных проверок ликвидуется около 90% выявленных порушений, а не в профсоюзах погоджаются. Полномочные инспекторы в праце не за счет их опаеков выправить ситуацию. Супростоинство с прокуратурой в этом плане оказывается взаимовыгодным. Выявляются те нарушения, которые воздействует прокуратура и может, и вправе более действенно, чем профсоюзы. И нам идет это в помощь. Главное, чтобы был достигнут результат. Либо же с нашей стороны у нас есть специалисты по охране труда. Мы оказываем определенную помощь консультативную прокуратуре. В дальнейшей их работе тоже является очень важной. Когда термины выплаты зарплаты можно скорректировать, то наступство, когда люди гинут, те отримуют тяжкие травмы на вытворжести, выправить уже нельга. Проведенный анализ свечать. Наверное, когда трагедия отбывается по вине самого работника, и ее завсюду можно было продухилить. Только летать, в вынеку сдарения на предприемствах, инвалидами на Гомельщине стали 83 человеки. Это, наверное, на 10% больше, чем было годом ранее. Гомельская городская больница – ходка медицинской допомоги. Мы на это сюда терпляем значительно копиясь тех, кто отримал травмы на вытворжести. На жаль, статистика минулого года оптимизма не выкликая, как и казать, в целом по области 22 закинувшие с образ 19 в 2017. Причем практически каждая четвертый из их находящихся в стане алкогольного опьянения. На врате этого не бачили непосредственно керуньки потерпелых, а ли никаких мер не приняли. По вынеках проверок, проведенных прокуратурой, у одной из иногда службовых особ, якие не створили беспечные умовы працы, узбуджено 15 криминальных справ, 5 за яких передадены у суды. Хоть притягиваются до отказности керуньки не только за невыканание своих непосредственных обовязков, факты коррупции сиротых так само выявляются. И у нас сегодня, к сожалению, отмечен случай, когда один из руководителей водоканала в области брал взятки за то, что люди приходили устраиваться к нему на рядовые должности слесарей. И таких 4 эпизода, я считаю, это тоже возмутительный факт. И, конечно же, такой руководитель не должен принимать людей на работу и не должен руководить таким предприятием. О областном объединении профсоюзу и прокуратуре Гомельской области кажут, что мают намер притягивать супрацовинство, причем по розных накерунках. На 28 лютого запланованы суместные приемы грамадян, якие пройдя во всех районах. Адик Тинтеров, Игорь Марышенко, Телерадо, компания Гомель.